Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости в студии Эльвира Ликерова и сурдоперевод Айгуль Стамбекова. И вначале коротко о самом важном. Есть чему поучиться. Филиалы бизнес-школы будут открыты во всех регионах страны. Опасные игры. На территории МЦП «Схаргос» выявлено подпольное казино. Гонки на выносливость. В Талдыкургане прошли вторые областные спартанские игры «Орбулак рейс». 44 общеобразовательные школы строятся в Алматинской области. 8 из них опаздывают с намеченными сроками сдачи в эксплуатацию. Для выяснения причин неуспеваемости первый заместитель Акима Алматинской области Ляза Турлашев провел совещание, где поставил ряд конкретных задач и поручений ответственным лицам. Из 44 строящихся школ в Алматинской области 30 распахнут свои двери в этом году ко 2 сентября. Еще 5 до конца года. А остальные 9, согласно плану, переходящие на следующий год. Главной темой заседания в Акимате Карасайского района стали вопросы строительства 8 объектов образования, отстающих от графика производства работ. Основная проблема – нехватка рабочих сил и нерациональное использование рабочего времени строителями. Лязатам Турлашевым было поручено ответственным лицам делать ежедневный обход строящихся школ для контроля качества, а подрядчикам нанимать дополнительно субподрядчиков и организовать двухсменный рабочий график. Отметим, массовое строительство школ ведется в первую очередь для устранения трехсменного образования. Всего для реализации данных проектов выделено 26 миллиардов 500 миллионов тенге. Из них это национальный фонд, республиканский бюджет и местный бюджет. В текущем году мы ликвидируем трехсменное обучение 30 школ, это полностью из национального фонда, и одной аварийной школы в селе Саржа с Раимбекского района. То есть аварийность будет полностью ликвидирована. В представительстве Акима Алматинской области в Алмате Лязат Турлашев выслушал предложение по благоустройству Жамбулского района. Городостроители района предлагают проект детальной проектировки въезда в село Узанагаш и предложение по улучшению инфраструктуры в селе Жамбул. На данных массивах предусмотрено освещение дорог, дорожное покрытие, строительство школ, детских садов, реабилитационных центров, встроенных помещений, таунхаусов, озеленение и дублирующая дорога. Это на въезде села Узанагаш, на территории 200 гектар. Село Жамбул, Жамбульского района, также предусматривается замена дорожного покрытия, благоустройство дорог, благоустройство и реконструкция фасадов домов села Жамбул, строительство парковой зоны и так далее. Реализация одобренных проектов начнется немедленно и к концу следующего года они станут достопримечательностями Жамбулского района. Более 138 коррупционных преступлений в сфере образования страны зарегистрировано за первое полугодие 2017 года. Это на 4% больше прошлогодних показателей. Такие факты были озвучены сотрудниками антикоррупционного совета в ходе видеоконференции в областном филиале партии Нуротан. В работе заседания приняли участие руководство городского филиала партии Нуротан, неправительственные организации, а также депутаты городского маслехата. Как отметили спикеры, одной из главных проблем на сегодня является очередность в дошкольные учреждения. Впрочем, решить ее местные власти обещают уже в ближайшие годы. Не без помощи предпринимателей. Это стало возможным благодаря программе государственного частного партнерства. Такое партнерство сегодня бизнес называет не только востребованным, но и весьма выгодным. Также для профилактики коррупции в дошкольных учреждениях агентством инициирован проект «Абройло-Устаз». Авторы лучших видеороликов о педагогах, являющихся примером честности и неподкупности, подготовленные студентами, будут награждены агентством. Необходимо разработать единую электронную базу данных, где бы с доступом детских садов, чтобы эта база видела свободные места в самих детских садах. Как раз таки вот этот момент, программа вам должна как услуги выдавать две вещи. Первое, она должна выдать вам направление в автоматическом режиме. Второе, если нет свободных мест в детском саду, она должна вас поставить в очередь. Ну так вот, сегодня это прописано, но сегодня поставить на учебе программа вас не может. Она не видит свободных мест в детском саду. И Министерство обзнания науки, будучи администратором этой программы, он должен обеспечить работу всех детских садов в этой базе. И она должна работать безотказно. Отдохнули с пользой в минувшие выходные в Алакольском районе в рамках программной статьи главы государства «Взгляд в будущем» модернизация общественного сознания. Прошел блок-кэмп Алаколь Самэскол. Здесь собрались порядка 75 известных казахстанских блогеров, республиканских и региональных журналистов, чтобы поделиться опытом, обменяться мнениями и получить новые знания. Насладиться отдыхом и получить новые знания. Как говорится, одно другому не помеха. Эту инициативу проявили Управление внутренней политики Алматинской области и Региональная служба коммуникаций. Площадкой для обмена опытом стала одна из популярнейших зон отдыха на побережье Алаколя. Участников блок-кэмпа поприветствовал заместитель Акима Алматинской области Жахсалы Гумар, отметив огромную роль масс-медиа в продвижении национальной идеи. Кто пишет в социальных сетях и считает блогерами, на самом деле это не есть блогер. Блогер – это тот человек, который пишет о социальных проблемах, может быть, то, что его волнует. И у него нет никакого редактора сверху, у него нет никаких шаблонов. Он не ограничен ни в творческом плане, ни в каком-то политическом и так далее. Поэтому он блогер, открыт для народа. То, что сегодня созвали и блогеров, и также представителей государственных органов, в том числе журналистов, руководителей пресс-служб, это очень хорошо повлияет, мне кажется, на творческую дальше деятельность блогеров. После небольшого перерыва во второй половине дня известный политолог страны Айдос Сарым поделился интересной статистикой и собственными исследованиями о языковом дисбалансе во всемирной паутине. По словам деятеля, в интернете больше информации о регионах на русском языке, нежели на государственном. Очень мало ссылок на туристические бренды и достопримечательности Казахстана. Разница между русскоязычной информацией о регионе и казахскоязычной информацией это в 10 раз. То есть казахской информации в 10 раз меньше. Соответственно, когда мы говорим о том, что необходимо планомерно наращивать, во-первых, количество публикаций на казахском языке, а с другой стороны, заниматься их качеством. То есть использовать те же самые ключевые слова, продвигать комплексно имидж региона. Если мы говорим о зарубежных туристах или внешних туристах, понятно, что первым делом они заходят в интернет. Сейчас государство уделяет огромные средства и уделяет огромное внимание на то, чтобы развивать внутренний туризм в Казахстане. Но я считаю, что это правильно и нужное дело. Но тем не менее, со стороны общественности тоже должна быть обратная реакция. Особенно это касается лидеров общественного мнения, блогеров, которые разъезжают по стране и показывают самые лучшие наши культурные туристические достижения. Тест на внимательность и оригинальные задания ждали участников блок-кэмпа во второй день. Семинар прошел не менее интересно и насыщенно. В течение двух часов популярные блогеры страны Уиркин Генжибек и Яков Федоров рассказали широкой аудитории о том, как правильно и результативно продвигать национальную идею урхани-жангру в социальных сетях. Разве собрались молодые идеологи, что должны преподносить молодые идеологи? Они должны, грубо говоря, разносить или пропагандировать идеологию. А что сейчас у нас в тренде, это урхани-жангру, программа материал Ельбаса. Но чтобы объяснить другим людям свое видение, мы должны сначала избавиться от своих навязанных общественных стереотипов. И как раз наша тема, наш семинар был посвящен этой тематике, этому тему, как мы должны разрушить наши общественные стереотипы и как мы должны навязывать новые стереотипы, грубо говоря, пропагандировать идеологию. По мнению участников встречи, неформальная обстановка и столкновение мнений оказались весьма полезны в формировании определенной культуры общения в сети. Ибо блоги на сегодня весьма популярный метод обсуждения самых злободневных тем. Эльвира Ликерова, Жайя Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. 114 обращений и жалоб бизнесменов поступило в региональную палату предпринимателей за прошедшее полугодие. Сумма защищенных интересов превысила 125 миллионов тенге. Об этом рассказали сегодня представители областной палаты на брифинге, посвященном итогам работы за 6 месяцев, земельные и налоговые отношения, госзакупки. В решении этих проблем предпринимателям помогает Совет по защите прав и противодействию коррупции, действующий при палате. За полгода 9 вопросов было решено в пользу бизнесменов региона, рассказали собравшиеся. Почти тысячи предпринимателей была оказана и конкурсная помощь на общую сумму в миллиард 800 миллионов тенге. Нефинансовая поддержка и обучение также в числе приоритетов деятельности палаты. В рамках проекта «Бизнес Бастау» в семи районах области более 600 желающих смогли обучиться азам бизнеса. При этом более 50 из них получили необходимые кредиты на развитие своего дела. Работа эта еще продолжается, подчеркнули специалисты областной палаты предпринимателей. На сегодняшний день по проекту нефинансовой поддержки порядка 8 тысяч услуг оказано в сфере разъяснения по госпрограммам. Порядка свыше 4 тысяч услуг оказано по сервисным услугам. Решаются вопросы в сфере сельского хозяйства. Оказано содействие в обучении фермеров, в применении новейших технологий. В сфере туризма была совместно с управлением туризма разработана дорожная карта для решения вопросов в сфере туризма. В работе палаты предпринимателей планируется на второй полугодие проведение крупного туристического форума. Также у нас будет в работе проведено мероприятие касательно внедрения программы «Бизнес-конструктор», которая поможет предпринимателям реализовывать их идеи, либо начать свой бизнес в том или ином регионе. Как правильно начать свой бизнес с нуля и каких ошибок стоит избегать? Играет ли роль возраст, пол и начальный капитал? На эти и другие вопросы смогли получить ответы участники бесплатного мастер-класса предпринимательской школы «Бизнес-бастау», руководителем которого является известный бизнесмен страны Ахмедбек Нурсила. На этот раз с полезным тренингом команда посетила областной центр. Нашим корреспондентам также удалось побывать на мастер-классе и узнать много полезного для себя. Предпринимательская школа «Бизнес-бастау» – первый предпринимательский проект на казахском языке, созданный на базе общественного объединения «Сапала-Казах». На базе курсов ее участники обучаются экономической и юридической грамотности, азам маркетинга и менеджмента, а также предусматривает ведение переговоров, обучение функциям продаж и развитию бизнес-мышления. Всего 8 направлений. Основоположником школы является Ахмедбек Нурсила. Своим 30-летним стажем опытный предприниматель теперь делится с начинающими бизнесменами. С этой целью сегодня мастер своего дела не только обижает все регионы и города страны с бесплатными мастер-классами и тренингами, но и открывает филиалы бизнес-школы. Я в бизнесе уже около 30 лет, много работал с зарубежными консультантами, с зарубежными бизнесменами, открывал несколько производств, плюс услуги, торговые компании. Я решил накопившиеся знания, свои умения передать новому молодому поколению, которые не знают, с чего начать бизнес, не знают, как развить, как масштабировать бизнес. Вот передаю все новые технологии, интернет-технологии, системный бизнес. Открыли мы практически во всех городах Казахстана свои филиалы. Вот сегодня удалось приехать в Талдыкурган. Желающие послушать полезные тренинги, пройти двухмесячные курсы, могут овладеть азами бизнеса и в онлайн-формате. Цены варьируются от 55 тысяч до 80 тысяч тенге. На сегодня изъявили желание пройти курсы свыше 20 талдыкурганцев. Одна из них – Айнур Нусипаехза. Девушка признается, что, несмотря на то, что она по специальности журналист, уже в течение пяти лет занимается бизнесом. А благодаря подобным тренингам она пополняет свой багаж знаний в этом нелегком деле. По ее словам, она уже научилась делать рекламу в соцсетях и писать грамотные посты. Мы самоучки, и многого, оказывается, не знали. Например, как увеличить число подписчиков в соцсетях и зарабатывать на этом деньги. И это только начало. Сейчас я загорелась как никогда и уже наметила планы на перспективу. Курсы платные, но оно того стоит. Начала обучение вот с 9 числа и за это время многому научилась. После окончания школы выпускникам будет оказана поддержка для привлечения инвестиций или в виде трудоустройства. А таковых уже свыше двух тысяч. А самое главное, они становятся частью бизнес-сообщества, где их будут окружать такие же энергичные, амбициозные и молодые предприниматели. Жбек Турганбекова, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖИЦУД, Талда Курган. О событиях в мире расскажем в обзоре международных новостей. Венесуэлы, Габит Кабдрахманов, Талда Курган. Призван ослабить влияние законно избранного парламента, не контролируемого властями. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ. В результате акции семеро служителей закона получили серьезные ранения. Береговая охрана Индии задержала судно, на борту которого находилось около полутора тонн героина. Спецоперация проводилась у берегов западного штата Гуджарат. По данным полиции, изъятая партия оценивается в 546 миллионов долларов и считается самой крупной из задержанных в стране. По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков, арестованы несколько человек. Самый длинный в мире висящий пешеходный мост открылся на юго-западе Швейцарии. Его протяженность составляет почти полкилометра. А находится он на высоте до 85 метров. Назвали сооружение в честь Чарльза Коунена, одного из спонсоров строительства. Как сообщают СМИ, канаты, на которых удерживается мост, весят около 8 тонн. А сам он оснащен системой, предотвращающей раскачивание. Всего на конструкцию и ее установку потрачено почти 750 тысяч долларов. Обзор подготовлен Диной Буранбаевой по материалам интернет-ресурсов. В Западно-Казахстанской области находится единственный в стране конный музей. Он был открыт в прошлом году в селе Кошанколь Косталовского района при поддержке местных фермеров. Подробнее в блоке республиканских новостей. Все экспонаты, собранные в музее, отражают значение лошади в истории хозяйства и культуры Казахстана. Казахи испокон веков относились с поощрением к лошадям. История казахского народа неразрывно связана с этим животным. Экспозиция музея рассказывает о лошади как одном из первых животных, прирученных человеком. Здесь есть вся информация о породах, старинная коллекция конного снаряжения. Стремена, уздечки, сбруи, седла и даже повозки. Каждый экспонат имеет свою легенду. Собирали их всем селом. В Костанайской области в два раза выросли посевы масличных культур. Сейчас местные власти решают вопросы с реализацией урожая. В области запустили инновационные предприятия по переработке. Как сообщают местным управлением сельского хозяйства, отдельные районные программы диверсификации пассивных площадей обошла стороной. В курортной зоне Бурабай стартовал детский международный Курултай. В нем принимают участие более 150 школьников. Это представители казахской диаспоры из Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии и России. Помимо форума дружбы в программу Курултая вошли познавательные игры, патриотические акции и экскурсии по историческим местам региона. Обзор республиканских новостей подготовил Адзаджумаханов по материалам интернет-ресурсов. Борьба с игорной мафией продолжается. Накануне с сотрудниками службы экономических расследований ДГД по Алматинской области на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Харгос» была ликвидирована деятельность очередного подпольного казино, которое функционировало вопреки нормам закона Республики Казахстан об игорном бизнесе. По оперативным данным, незаконное игорное заведение было оборудовано в двухэтажном здании Международной телефонной станции. Отметим, что в нелегальном клубе была налажена целая система пропуска посетителей и работало заведение строго в закрытом режиме, только для постоянных и проверенных клиентов. Для этого даже установили систему видеонаблюдения как снаружи, так и внутри помещения. В настоящее время, по данному факту, служба экономических расследований ДГД по Алматинской области начата досудебное расследование по статье 307 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконная организация игорного бизнеса». Она предусматривает лишение свободы до 7 лет, либо штраф в особо крупном размере. Отметим, что с начала года на территории области была пресечена деятельность в четырех подпольных казино и зафиксировано 35 фактов организации незаконного игорного бизнеса. В ходе оперативного доступа мероприятия на ней изъято 9 кокерных столов, тысячу игральных пищек, также 100 колодцев игральных каз. Кроме того, было изъято свыше 30 системных блоков, которые использовали для видеонаблюдения внутренней и внешней части здания. В регионах идет разъяснение программной статьи главы государства «Свгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Власти Каратальского района эту работу проводят в простой и доступной форме, чтобы суть документа была ясна и понятна разным возрастным категориям населения. В минувшие выходные в райцентре прошла большая выставка, павильонами которой стали шесть юрт. В них экспонированы материалы по тематике. Так, если в одной представлены программные материалы президента по укреплению межнационального единства и внутриполитической стабильности государства, в другой – экспонаты местной флоры и фауны. Как отметил в статье глава государства, каждый казахстанец должен знать и чтить свои корни и формироваться как разносторонняя личность. Этому разделу статьи жители Бастюбинского сельского округа посвятили показ традиции и культуры разных диаспор, населяющих район. Приветливо встречающие гостей представители этнокультурных центров приглашали посетителей к дегустации национальных угощений. Выставка, приуроченная к Экспо-2017, и сроки ее проведения аналогичны. За полтора месяца демонстрации выездную экспозицию посетили около 5000 человек. В целом, за время проведения местные власти ожидают посещения 15 тысяч человек. На основании статьи главы государства Балашака Балдар Рухани Жангру в нашем районе на базе центрального стадиона организована выставка по шести направлениям данной программы. В будущем планируем выезд по сельским округам. Согласно графику, жители города, гости города ознакомятся с достопримечательностями нашего района. Соберем ребенка в школу. По таким названиям сегодня стартовала республиканская акция партии Нур-Отан. Благотворительные мероприятия в рамках партийного проекта «Счастливая семья, счастливое детство» прошли и в Талдукургане. 12 ребятам спонсоры вручили все необходимые для учебы вещи. Школьную форму, констовары и портфели. Благотворительная акция Нур-Отановцев стала уже доброй традицией и проходит ежегодно до конца сентября. Так, в прошлом году по всей области силами неравнодушных членов партии помощь получили 1345 детей из малообеспеченных многодетных семей и ребят, оставшиеся без попечения родителей. Поддержка социально уязвимых слоев населения – один из приоритетов работы партии, отметил первый зампредседатель областного филиала Галяскар Сарыбаев. Такие акции помощи будут проходить во всех районах и городах Алматинской области. Все ученики должны быть равными. Всем мы должны создать условия. В этом направлении мы работаем. Управление образования подготовил список детей. Мы согласно этого списка работаем. В этом участвуют депутаты областного масляхата, депутаты всех уровней, предприниматели, профсоюзные организации, просто руководители различных организаций и предприятий. В дополнение к отдыху в загородных лагерях дети из малообеспеченных и многодетных семей Талдыкургана получили возможность укрепить здоровье на жемчужине Семеречья, озере Балхаш. Однодневный отдых, 300 детей на себя взяли городской акимат и предприниматели областного центра. Веселая компания друзей, горячий песчаный пляж и полезная вода природного озера. Для 300 талдыкурганских школьников летние каникулы в нынешнем году запомнятся путешествием на озеро Балхаш. Это уже вторая отправка. Однодневный отдых для мальчиков и девочек из многодетных и малообеспеченных семей организовали местные власти. Это мероприятие проводится уже несколько лет. Каждое лето мы отправляем детей в однодневные туры на Балхаш и Алаколь. А в этом году еще планируется отправить в Астану 430 детей на международную выставку «Экспо-2017». Для некоторых детей поездка на Балхаш стала первой в их жизни. Потому они не скрывают своих эмоций. Среди них и 13-летняя Дана. Впечатлений море делится она и от озера, и от компании новых друзей. Балхаш большой, очень красивый, даже берега другого не видно. Здесь очень интересно, детей много, друзей много. Очень интересно, что нас сюда отправили. В этом году талдыкурганских школьников ждет насыщенный отдых не только на Балхаше. Местные власти намерены организовать однодневные туры ребятишками из многодетных семей и на озеро Алаколь и на Капшагай. В целом, такой спонсорской поддержкой будут охвачены около тысячи мальчиков и девочек. Азад Жумаханов, Ержан Дисейн, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Быстрее, выше, сильнее. В Талдыкургане прошли соревнования по экстремальным видам спорта Орбалах-рейс. Так называемая Орбалакская гонка – это отечественная версия популярных в Европе Спартан-рейс. Соревнования назвали в честь легендарной Орбалакской битвы 1643 года, которая проходила на территории нынешней Алматинской области. Такие соревнования в Талдыкургане проходят во второй раз. В этом году они были посвящены 25-й годовщине Вооруженных сил Республики Казахстан. Подробнее об этом в материале Ануара Амангельдинова. Азарт, страсть и жажда победы – все это можно увидеть на соревнованиях по экстремальным видам спорта Орбалак-рейс. С каждым годом такого вида игры в нашем краю набирают все больше оборотов и становятся наиболее привлекательными среди молодого поколения. В этом году в турнире участвует более 100 человек из разных регионов области. Это 22 команды по 5 игроков в каждой. Все эти ребята прошли специальную подготовку. Половина из них – профессиональные спортсмены. Победителями прошлогодних соревнований была наша команда. Я как профессиональный спортсмен хочу сказать, что эти соревнования очень хороши для физической подготовки. Для меня это как тренировка перед чемпионатом Азии по смешанным единоборствам. Участники соревнований должны пробежать 3 километра и пройти 14 препятствий. Как говорят они, каждый из барьеров по-своему сложен. Так, например, многим не удалось в идеале преодолеть испытания, в котором главной целью было пройти по канату и не упасть в воду. Как показывают действующие игры, доминантные составляющие в арсенале спортсменов является королева всех видов спорта – легкая атлетика. Всегда охота себя проверить на таких соревнованиях. Я хоть и отдельно бегом занимаюсь, тут немного другой вид, другая дисциплина. Но все равно мне понравилось, классное мероприятие. Мне вообще нравится, что в Талагуране начали проводить спортивных мероприятий все больше и больше. Молодые ребята, занимайтесь спортом, это важно для вас. Это вам пригодится в жизни по-любому. По итогам соревнований первое место заняла команда из Талдукургана – Бар-Барс. Второе место досталось ребятам из Аксуйского района, а третьими стали представители Сарканда. В будущем организаторы соревнований планируют вывести свой проект на республиканский уровень. Ануар Амангеддинов, Арнай Нугманов, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Земля ЖТСУ продолжает растить талантливых тяжелоатлетов. На этот раз в аэропорту города Алматы с почестями встречали двоих наших одаренных земляков, блеснувших своей физической и технико-тактической подготовкой на чемпионате Азии в Непале. Сразу две медали привез на родину воспитанник текилийской спортивной школы Анатолий Савельев. Сначала он одержал победу в категории до 62 килограммов среди юношей, а затем занял второе место в состязаниях среди юниоров. Отметим, двумя месяцами ранее текилий завоевал титул чемпиона мира среди молодежи в Бангкоке. Бронзовым призером континентального первенства среди девочек и юношей до 17 лет в категории свыше 75 килограммов стала талдокурганка Гульжан Курмарбекова. Нужно отметить, что спортсменка стартовала в группе Б, однако взятый ею результат 216 килограмм позволил ей не только перейти в группу А, что на класс выше, но и взять призовое место в общем зачете. Я бы хотел выразить свою благодарность в первую очередь своему тренеру Клиновицкому Алексею Ивановичу. Он меня подготавливал к этим соревнованиям, вел, помогал, поддерживал во всем. Родителям, то, что давали поддержку. Так же дальше тренироваться, готовиться. Дальше также на чемпионаты мира выезжать, постараться попасть на чемпионат, на Олимпийские игры. Это была вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»